Добрый день, дорогие ребята, дорогие родители, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на очередном вебинаре в рамках цикла «Диалог открывает мир». И сегодня у нас в гостях замечательное детское издательство, детское для подростковой литературы «Компас Гид» во главе с его шеф-редактором Мариной Кадетовой. Давайте поприветствуем, Марина, передаю вам слово. И прежде чем мы, конечно же, начнем, будем приветствовать Марину, хотелось бы также отметить, дорогие участники вебинара, что для удобства проведения мы выключили вам звук, чтобы не было никаких лишних помех. Видео, пожалуйста, мы будем рады, если вы включите, чтобы мы могли вас видеть. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши мысли вы можете писать на протяжении всего выступления Марины в чате. Мы обязательно будем все смотреть, в конце обязательно на все ответим. И, конечно же, самое главное, у вас будет возможность задать вопрос голосом. В конце вебинара мы включим у вам микрофоны. Микрофон находится в нижнем левом углу, вам нужно будет нажать только на иконку микрофона. А теперь передаю слово Марине. Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Рада вас слышать, кого-то даже видеть, видеть ваше приветствие. Здорово, что вы интересуетесь современной литературой и не только. И думаете о том, что читать дети, что читать подростки. Для начала я хотела бы немножко сориентировать вас по времени. Очевидно, моя основная презентация займет около 40 минут. Посмотрим по ходу дела. Наши книги я и вообще книги люблю и могу говорить долго, но посмотрим, как она пойдет. Если у вас будут по ходу дела вопросы возникать, пишите их в чат. Мы постараемся их оттуда выцепить по ходу дела и ответить в конце. Какие-то вопросы нам прислали заранее. Так, жалуется, что не очень хорошо слышно. Надеюсь, что так не у всех. Какие-то вопросы мы получили заранее, но дальше, соответственно, буду готова ответить. Буду рада ответить на вопросы вживую, которые вы дадите в голову. Итак, издательство Компас ГИД. Так, мы предварительно все проверяли и казалось, что звук был нормальный, но надеюсь, что будет. Хорошо, все же слышно. Что такое Компас ГИД? Я понимаю, что не все знают об издательстве, не все понимают, что это, с чем вы едете. Компас ГИД был образован в 2008 году. Изначально это был онлайн-фурнал об образовании за рубежом. И путеводители по зарубежному культурному центру. Даже не СМИ, но что-то подобное для студентов, заинтересованных, открытых. И этот журнал вполне себе существовал, в том числе в виде печатного такого небольшого журнальчика. И в какой-то момент его основатель и главный редактор, издатель наш, Виталий Зисков, решил, что пора издавать детей. В тот момент как раз освободилась от своего предыдущего места работы я. И он позвал меня к себе. И так сложилось, что вместе с ним мы работаем с 2009 года. И в ноябре 2009 вышла наша первая книга. Она называлась «1989. Десять историй, которые прошли сквозь стены». Книга, посвященная годовщине падения Берлина сквозь стены. Книга, которая сразу заявила о себе. Это была книга, собравшая в себя истории, переведенные с разных языков. Истории, переведенные с английского, французского, венгерского, итальянского, истанского. Хорошего такого набора языков. В том числе пошла история Людмилы Петрушевской, специально написанная под этот проект. И в тот момент компас-гид появился на арене. И в тот же год у нас вышли еще две книги. В том числе книга о правах человека с иллюстрациями. Текст о декларации прав человека с картинками. Ну и дальше мы начали выпускать. 18,80 новинок в год. Примерно на этом уровне остановились. 60,80. Но в целом вот примерно то, что у нас сейчас получается. По балансу русских и зарубежных авторов мы, например, стараемся получить 50 на 50. Какой-то год получается больше, какой-то меньше. Но вот это примерно наша цель, которую мы примем. И для компас-гидов всегда было важно создать пространство и язык для общения. Для диалога. И в этом плане, конечно, наш сегодняшний приглашение в центр Альфа-Диалог тоже как раз. Так. Будет нам близок по реальному. Так, давайте попробуем без наушников. Если будет лучше. Покажите мне, пожалуйста. Слышно ли меня вот так? Стал лучше? Отлично. Значит, будем... Обычно с наушниками лучше, но... Прошу прощения. Переставлю телефон, чтобы... Отлично. Компас-гид с самого начала ставил для себя важные задачи, которых мы придерживаемся, к которым мы постоянно идем. Для нас всегда было важным сотрудничество с библиотеками, потому что мы понимаем, насколько это... Прошу прощения за повтор. Важно. Насколько важную роль играет библиотекарь в формировании чтения современного ребенка, подростка. Причем сотрудничаем мы и с школьными библиотеками, и с муниципальными. Мы с самого начала ставили себе цель выйти на международные рынки. Причем эта цель сильно пересекается со следующей, которая у меня тоже отмечена. Открытие новых имен в русской литературе. Мы открываем новых российских авторов русскоязычных, потому что они не только из России. и выпускаем, выводим эти имена на международный рынок, участвуя постоянно в международных книжных ярмарках, в том числе, естественно, Болонская книжная ярмарка, детская литература, Транкфордская книжная ярмарка. И так получается, что за 11 лет нашей деятельности мы вполне добились успеха нам, как нам кажется. По крайней мере, какие-то из наших книг переведены на 10, а то и 14 языков. Это скорее, наверное, такой беспрецедентный случай в современной детской литературе, не классике. современную литературу начинают узнавать за рубежом. И это радует. Я хотела бы еще коротко остановиться на тех проектах, которыми, наверное, мы запомнились за это время. Все это время мы, естественно, росли, менялись. Менялись серии компас-гиды, менялось наполнение. Но в целом это всегда было ощущение объединения единомышленников. Мы, наверное, примерно все одного возраста и, в общем, наверное, себя друг друга хорошо чувствуем и понимаем. И если за это время команда как-то меняется, тем не менее, основа ее остается. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Такой топ-10 самых значимых серий проектов. Возможно, за годы существования компас-гиды вы уже что-то слышали, где-то их встречали. Итак, слева на слайде нашей серии, серия «Открытый диалог». Это была серия, я говорю, потому что сейчас она не дополняется новыми книгами, новыми изданиями, но, тем не менее, она существует. Эти книги можно, видимо, где-то на рынке найти, такие эксклюзивно. Это были книжки-картинки, говорящие на самые разные, зачастую сложные темы. Это книги, книжки-картинки. Я полагаю, вы понимаете, что там минимум текста, обычно это порядка 32 страниц в издании, а текст буквально одна вардовская страничка. И при этом в этих книгах было всегда очень много смысла, очень много поводов для разговора. Собственно, поэтому серия так и называется «Открытый диалог». Это книжки-картинки, которые можно прочитать на уроке, можно прочитать вместе с родителем и ребенком и обязательно обсудить. В этой серии выходила книга «Украденные имена» испанского писателя Тассис, выходила книга «Коричневое утро», выходила книга «О дедушка в костюме» немецкой писательницы Амели Фрид, говорящая о смерти. «Украденные имена» – это книга о буллинге, о травле в школе и такой повод задать вопрос себе в первую очередь. А кто я, жертва, свидетель или преследователь? И вот эта возможность обсудить, проговорить какие-то важные вещи всегда в этой серии для нас была особенно важна. Вторая серия – это «Гражданин мира», книги о жизни подростков в разных странах, в странах и в ситуациях зачастую очень непривычных для нас. очень, наверное, эта серия в свое время оказалась такой, скажем, ласточкой впереди всей остальной литературы и впереди общего сознания. потому что, конечно, говорить о детском, по сути, рабском труде, говорить о насилии, о приходе ребенка-подростка к джихаду, о национализме тоже достаточно сложно. И в этой серии мы старались как-то это делать. Ну и, наконец, серия «Поколение ВВВ», как мы ее назвали, «3W». Это были достаточно смелые подростковые тексты. Сейчас эта серия переросла, переродилась в другой проект, о котором я расскажу чуть позже. И, тем не менее, собственно, она просуществовала тоже достаточно долгое время, и по ней нас, мне кажется, узнавали в том числе. Ну и, наконец, книги конкретные, которые все равно хочется упомянуть. Марина Арамштам, «Когда отдыхают ангелы». Марина Семеновна Арамштам, я думаю, многие знают как педагога и журналиста. К нам она пришла, когда Компас Гид был совсем-совсем молод, и это была наша первая книга русскоязычного автора, непереводная. Она вышла в начале 2010 года и продавалась достаточно долго. Есть до сих пор в продаже, она постоянно пересдается, она получила множество премий, она была переведена на иностранные языки. Это книга, рассказывающая о жизни, о взгляде на школу со стороны девочки-учительницы и ее учительницы. Какой-то уникальный двухсторонний взгляд. Франк Павлов, «Коричневое утро», книга, ставшая необычным явлением во Франции, переведенный из французского языка проект. Книга о том, как возникает диктатура потихоньку, как понемногу у нас отбирают свободу. Книга во Франции продавалась в виде малюсенького брошюры за 1 евро. У нас она была издана в совершенно другом виде. Кстати, наверное, можно перелеснуть слайд. Пожалуйста. И тогда, да, здесь тоже можно будет сразу поглядывать на обложки книг. Собственно, на экране вы можете видеть обложку книги «Коричневое утро». Я специально дала ее в развернутом виде, чтобы можно было оценить, увидеть, как, понять, как развиваются события в книге. Но, к сожалению, иногда случается и так. «Сахарный ребенок» – книга, которую мы издали в 2014 году, и она до сих пор активно переиздается. Издается тоже многие наверняка о ней слышали, знают. Автор ее Ольга Константиновна Громова, бывший главный редактор журнала «Библиотека в школе». Бывший, потому что она сейчас уже на пенсии, но достаточно долго она там работала. Книга, которая написана на основе реальных событий, написана о судьбе девочки в 30-40-е годы. 20-го века. Девочка, на самом деле, была соседкой Ольги Константиновны. Прочие сложности этой темы. Книга совершенно потрясающая, очень жизненная, очень добрая, очень жизнеутверждающая. У нас она выходила уже в нескольких изданиях, в нескольких видах. Одно первое. Изначально потом мы разделили издание на два. У нас появилось так называемое детское издание «Сахарного ребенка». Это вот синяя обложка с красным конем. И взрослое издание, дополненное большим количеством материала. О том, как создавалась книга, архивные материалы. Мы не включили обложку серой с девочкой в платке. Это как раз издание для взрослых. Там есть статья Ямбурга включена. Ну и, собственно, дополнительный материал о том, как книга писалась. И в том числе истории, которые не вошли в основное повествование. Которые Ольга Константиновна еще вспомнила уже в процессе рассказов о книге, о том, как она писалась. Следующий проект «Скажи красной шапочкой». Его вы тоже можете видеть в двух вариантах. Книга, которая меня, как редактора, зацепила очень сильно. «Красную шапочку» я начала читать вечером на переводе на английский язык. И не могла ее отложить, пока я не дочитала. Все, кстати, по-разному. Кто-то ее читает очень медленно с расстановкой. Кто-то проглатывает, пока не узнает, чем закончится. Сложная тема, сложная книга. Мы ее переиздали в 2018 году. Обложка с куклой – это обложка 2018 года. Что говорить, наверное, о том, что в момент своего первого издания книга, конечно, вызвала бурные резонансы и была чуть-чуть впереди, чуть-чуть до того, как люди готовы были об этом говорить. Мы также открыли для российского рынка такого автора, как Виктория Лидерман, «Календарь майя». Книга, «Лауреат» в одной из номинаций Крапивинской премии. И, собственно, там мы ее и нашли. И с тех пор у Виктории вышло достаточно много книг, но «Календарь майя», наверное, был первой такой самой важной, самой нужной ласточкой. «Путешествие во времени», тоже, наверное, чуть позже остановлюсь на ней. «Здравствуй, брат мой Бзоу». Книга тоже, вы можете видеть ее в двух изданиях. Книга с неожиданной концовкой, тут даже, наверное, не стоит рассказывать, о чем она, чтобы не испортить впечатление. Но в целом книга о дружбе юноши и дельфина в Абхазии в 80-е годы. И «Я хотела бить небо», автобиография Кабачка, «Жили пари». Еще одна очень важная для нас книга о мальчике, который остается без родителей и попадает в детский дом. Но книжка, на самом деле, очень светлая, очень позитивная, очень жизненная. И Кабачок, так зовут этого мальчика, его прозвище, совершенно уникальный мальчик. Умеющий видеть положительные стороны, умеющий задавать правильные вопросы, часто неожиданные. И мы, на самом деле, рады, что нам удалось выпустить и эту книгу тоже. Вот такая была моя личная подборка. На самом деле, конечно, важных, значимых книг каждый год у «Компас-гейда» выходило довольно много, но вот то, что хотелось отметить особенно. Ну и теперь, наверное, мы перейдем к следующему слайду и поговорим о том, как «Компас-гейд» выбирает книги для издания. И тут есть две вещи, которые мы ставим, скажем, на чашу висок, они должны, видимо, как уравновеситься. Это качество текста литературное, его художественная ценность и актуальность. И тут важно сказать, что актуальность – это не равно злободневности. И это вовсе не значит, что книга о, я не знаю, скажем, детских самоубийствах, о волне детских самоубийств, например, будет автоматом издано. Нет, нет и нет. Мы всегда будем смотреть на текст, на качество, на литературные достоинства. Есть, конечно, вещи, которые можно исправить, можно дописать, можно переписать, поработать с редактором. Но есть какие-то вещи, которые мы понимаем, что не исправить. И во всем этом все равно, естественно, нам важна позиция автора, его честность, честность с собой, честность с читателями, открытость. И тут все, собственно, все это смотрится в комплексе. Естественно, мы смотрим на премии, на тиражи, если это касается переводных книг, где мы уже можем оценить, как книга работала на другом рынке, но мы сами понимаем, что это вовсе не гарантия успеха на российском рынке. Вовсе не факт, что читатель поймет и примет книгу, которая за рубежом издается многомиллионными, многотысячными экземплярами. Но вот такой есть парадокс. Что касается премий, в России есть премии для рукописей, которые даются рукописям. И тут, собственно, мы вполне можем ориентироваться на лонглисты, шортлисты этих премий и вытаскивать какие-то тексты оттуда. Так что не удивляйтесь, если вы следите за премиями, что что-то потом окажется в том числе в Компас-Гиде. Это, наверное, наш основной принцип. Основные принципы, если вы хотите потом еще поговорить, то тоже можем. И перейдем к следующему слайду. Что сейчас мы издаем, говорим о жанрах и видах литературы, стоит отметить, что в первую очередь Компас-Гид, конечно, издает прозу. Повести, романы, рассказы, сборники рассказов выходят у нас с пьесами и с поэтическими сборниками. У нас дела чуть хуже, у нас в какой-то момент выходили, что касается поэзии, у нас была такая серия поэтическая для малышей. Сейчас мне практически давно уже ничего не выходило. Выходят в том числе и поэтические сборники подростков. Пьеса в нашем репертуаре пока только одна, но достаточно тоже достойная, как нам кажется. В остальном сказки, книжки, картинки, они у нас были и есть сейчас, но их не очень много. Все дело в том, что сейчас Компас-Гид все-таки в основном увидел своего читателя в младшем, старшем подростке и молодом взрослом. И у нас сейчас выходят и антиутопии, и фантастика фэнтези, и такой художественный нон-фикшн, научпоп. Художественный в том плане, что он в том числе с потрясающими иллюстрациями, понятным текстом. Научпопа у нас совсем немного. Тут скорее нужно обращаться к другим издательствам за подобными книжками, но то, что мы захотели сделать, мы сделали. YA, Young Adult, литература. Я выделяю ее совершенно отдельно, потому что это такая литература на границе между детской и взрослой литературой. И, наверное, на этом во многом Компас-Гид сейчас сосредоточен, так постепенно к этому переходит. И есть у нас уже два графических романа. Тут мы тоже пробуем себя в жанре комиксов. Это лицензионные издания, это покупные книжки. Одна переведена с итальянского, другая с французского. Про антиутопии я скажу чуть позже, как раз будут примеры. Ну, собственно, давайте перейдем к следующему нашему слайду и поговорим о чем вот эти все современные книги для детей и подростков. И поэтический сборник тоже будет. Я сразу скажу, что вот эти мои отмеченные, да, можно на самом деле уже перелистывать, в принципе, я сразу скажу, что отмеченные мной темы, это такая номинальная галочка, чтобы как-то объединить эти истории, объединить эти книги. Как в любом хорошем тексте, здесь нет одной темы. Книга всегда объединяет много-много тем, много слоев. Ну, иначе она была бы слишком плоской, и любая одна тема это скорее, наверное, недостаток для книги, особенно если мы говорим о подростковой литературе. Тут можно говорить всегда о комплексе, о комплексе поднимаемых тем, но тем не менее, что-то самое главное я попробовала выделить. Итак, то есть, и в принципе, все эти темы, как мне кажется, это как раз вот раскрывает тот вопрос актуальности, который так важен для компас-гейда в том числе. То есть, если мы говорим об актуальной теме, это не обязательно буллинг, возникновение диктатуры, вплоть до женского обрезания, да, то, что у нас в том числе встречалось в книгах. Мы понимаем, что дружба, семья, любовь, доброта, взаимопонимание это тоже актуальные и нужные темы, не актуальны всегда. Защита окружающей среды и все, что угодно. И, собственно, вот я попыталась сейчас для вас подобрать вот эти вот темы, которые в том числе затрагиваются в наших книгах. Я постаралась вытащить только те, которые вышли относительно недавно, о которых вы, может быть, меньше слышали, меньше знаете. И, тем не менее, дружба. «Фонарик лилька» Юлии Кузнецовой. Юлия Кузнецова, автор, которого тоже многие из вас наверняка знают, автор, у которого чудесно получается героиня девочки-подростки. «Фонарик лилька» – книга, которая выходила уже тоже несколько лет назад в другом издательстве. Мы ее переиздали, и она оказалась как никогда актуальной историей о дружбе 11-летней девочки-лильки и 18-летней Гали, которая работает в кофейне. Книга очень жизненная, написана с точки зрения такой перспективы Гали, старшей из двух подруг. Очень, наверное, не сказать, что она какая-то особо трогательная, но она позволяет подумать о жизни в том числе. «С горячим приветом» от «Феклы» Анны Сеньковой. Книга, которая вышла этой весной. Наша, наверное, гордость и одна из наших любимых книг. Мы ее нашли в прошлом году на конкурсе, который мы проводили, конкурс рукописей «Подросток Н». И эта книга получила гран-при. И вот год спустя мы ее выпустили. Книга о мальчике 11-летнем, который потерял, скажем, семью, оказался в... Семья для него это был, на самом деле, один человек, это самое «Фекла». И оказался в детском доме и столкнулся там, на самом деле, со многим, но обрел настоящих друзей. Очень тоже светлая, очень жизненная книга, которую мы рекомендуем, наверное, лет с 11-12 и дальше до бесконечности. Также еще один известный российский подростковый автор – Тамара Михеева. Книга «Не предавай меня». Кстати, тоже переиздание. Книга тоже какое-то время назад выходила. Тоже о дружбе, о школе, о девочке, которая оказывается по результатам психологического тестирования в классе аутсайдера. И она пытается, случайно слышит об этом. Тут разговор между классным руководителем и психологом школьным. И понимает, что она выбрана в классе аутсайдером и пытается как-то с этим справиться и это решить. Хотя она понимает, что у нее есть подруга. Настоящая это подруга или нет, и что такое, собственно, дружба в этом самом классе. Ну вот об этом, наверное, книга. Следующий слайд, давайте. «Семья». Я выбрала три очень разные книги. Мария Ботева «Мороженое в вафельных стаканчиках». Книга, вышедшая тоже, по-моему, в 2013 году. Тоже постоянно переиздающаяся. Совершенно уникальный текст. Особенно то самое «Мороженое», потому что в книге вообще три повести. Потрясающий текст о «Семья». Проза Марии Ботевой очень необычная. Она очень богатая по языку. Она совершенно уникальна. Но «Мороженое в вафельных стаканчиках» – это достойный текст, на который стоит взглянуть. У многодетной семьи, которая принимает к себе множество очень разных детей. Если коротко. «Ремонт» Светланы Потаповой. Книга, вышедшая в прошлом году. Повесть новгородской писательницы из Великого Новгорода. В книге тоже две повести. Но вот первая, которая дала название сборнику, «Ремонт» – она как раз о семье. А девочка, которая уходит из дома, потому что не любит, не уважает свою маму. И уходит жить отдельно в квартиру, которая вдруг у нее оказывается. Делает там ремонт. И, наверное, в этот момент ремонтирует свое сердце, свою душу. Если можно так сказать, повесть достаточно неожиданно заканчивается. И тоже хочется, чтобы ее читали. Она совсем небольшая, но у нас она, конечно, хорошо встряхнула, когда она пришла к нам самотеком, когда мы ее нашли. Было здорово. Ну и, наконец, снова Юлия Кузнецова, сборник «Ирочка». Книга, которая только-только выйдет. Она вот выехала сегодня из типографии, насколько я знаю. Вот-вот приедет, поступит в продажу. Совершенно добрые такие семейные истории для младших школьников. Тут мы немножко изменяем себе. Книги для младших школьников и дошкольников у нас тоже все-таки появляются. Будем откровенны. «Ирочка» у нее пятилетняя, очень смешная девочка с богатой фантазией и с такой же богатой фантазией у ее мамы. Вот. Для младших школьников, мне кажется, такая прям отличная, идеальная история. Так, давайте следующий слайд. Следующий. Любовь. Эту тему, естественно, мы не можем обойти. Первый, наверное, самый громкий проект, о котором я расскажу, это «Сквозь зеркала» французской писательницы Кристель Дабон. Это как раз пример такого бестселлера, который читают в юношеском возрасте и дальше. Действительно, тоже «Полеус бесконечность», «Выданный мир». Это фэнтези девушки, которая умеет проходить сквозь зеркала. Ее зовут Афелия, она умеет читать вещи, прочитывать историю вещей, когда берет их в руки, и ее выдают замуж за человека, которого она до этого не знала. Это явно какой-то придуманный, задуманный специальный враг и отправляется на другой ковчег. Ковчеги – это такая некая вселенная, придуманная Кристель Дабо. Во вселенной множество ковчегов, которые парят, между которыми могут перемещаться. Ну, такое, на самом деле, захватывающее чтиво чтение. Эта тетрология, заключительная часть, вышла в декабре во Франции и вот-вот выйдет в Россию. И я знаю, что многие читатели с нетерпением ждут заключительную часть трилогии. Переводила ее на русский язык Ирина Яковлевна Валевич, тоже достаточно известный переводчик, в сотрудничестве с другими переводчиками, потому что о том, о том у нас приходилось брать, поскольку читатели ждали, переводы нам приходилось помогать Ирина Яковлевну ускоряться и добавлять второго переводчика, но основным переводчиком всегда была она, которая помогала и все сводила, ну и является, для четвертой части тоже. И точка бифуркации Николая Пономарева, писатель из Умска, очень необычная, очень жизненная, наверное, история, о первой любви, тоже с многослойными, очень разными аспектами этой самой первой любви, но это такая центральная тема, тоже очень хороший, достойный текст. И маленькая книжечка, которую я тоже не могу не упомянуть, просто потому что это, скажем, персонально для меня значимый, любимый тоже проект, «Аморном подоконнике», сборник стихотворений Марины Бородицкой. Это как раз поэтический сборник для подростков. Книгу сейчас, наверное, уже очень сложно найти, она вышла одним тиражом, была распродана. Такие дневниковые, сборничка, имитирующий такой дневник девичьей со всякими кружевами и какими-то девичьими рисунками пером, стихотворение о любви. Вот, пожалуйста, сборник поэзии для подростков есть у нас. Давайте дальше. Путешествия. Здесь мы можем говорить о разных путешествиях. Это в том числе настоящие путешествия, путешествия по России. С востока на запад путешествия письма в бутылке Марины Бабанской с иллюстрациями Ирины Карповой. Уникальный, на самом деле, проект. Это как раз пример нон-фикшена нашего история письма, который смотритель маяка отправил, написал, закинул в бутылку и отправил с просьбой всех, кому в руки попадет эта бутылка, написать ему письмо, отправить на маяк, тот самый на Дальнем Востоке. И дети из разных частей России, из разных регионов, всего там у нас поместилось, к сожалению, не все, поместилось 18 регионов, пишут письма, рассказывают о своей жизни, рассказывают о своем регионе, о культуре, о каких-то географических, природных особенностях, об исторических особенностях. И таким маленьким бонусом добавляют всегда рецепт какой-то сладости местной. Вот, здоровский такой проект, сочетание фикшена и нон-фикшена. Очень большое, красивое издание. В общем, такая наша гордость. Еще одна большая красивая книга, которая тоже является, по сути, нон-фикшеном. На земле и в океане лабиринты японского писателя Гонтаро Кагавы. Сборник лабиринтов, который нужно проходить, который можно рассматривать, но попутно там даются разные задания о природе, о тех местах, где персонажи пытаются пробраться куда-то. Там много животных, много каких-то достопримечательностей, мест. Путеводитель по природе, скажем. И если мы говорим о путешествиях, мы всегда можем говорить о путешествиях настоящих, реальных. И здесь стоит упомянуть еще одного российского автора, Евгения Рудашевского. Его тетралогию, большой роман «Город солнца». Мы выпускали, по-моему, два года. И вот буквально месяц назад вышла заключительная часть тетралогии. Вот на фотографии вы видите две сложные обложки. На самом деле, конечно, их уже четыре. Они все складываются между собой. Получается, единый рисунок и на обложках, и на корешке. Тоже была наша такая удачная, как вам кажется, задумка. Это история студента, столкнувшегося с семейной тайной и пытающегося раскрыть ее, расследовать, понять, что же скрывает в себе найденный им в семье. У матери картина, который оставил пропавший несколько лет назад отец. Это такие серьезные подростковые приключения. Для многих это книга, которую читают и с трудом могут дождаться выхода следующей части. Сейчас все части доступны. Сам Евгений Радашевский любитель путешествовать, и чтобы писать, написать эту свою тетралогию, и вообще, в принципе, все свои книги, он сам много путешествует, проезжает по тем местам, которые описывает, и его описаниям можно верить. И в этих книгах действия происходят в Индии, в Шри-Ланке, в Перу. Автор проехал по этим странам в том числе. Календарь Майя Виктории Лидерман и книга времени, на самом деле, это трилогия. Третья часть тоже уехала из типографии, наконец. Конец календарь Майя Виктория Лидерман, о которой я уже говорила. Книга времени, это француз Приво. Книга, это такие книги о путешествии во времени. Календарь Майя, это история трех подростков, которые начинают жить в обратном порядке, каждый день просыпаются на день раньше. В мае месяце у них Майя идет в обратном порядке, все это связывается с культурой Майя и прочим. Но в целом это очень жизненная, подростковая, отличная книжка. Книга времени, история тоже о путешествии во времени у мальчика, у которого в очередной раз пропал отец. Он понимает, что отец пропал как-то достаточно странно, пробирается в такой рабочий, тайный рабочий кабинет отца и находит книгу времени, которая позволяет путешествовать, попадать в разные эпохи. Тоже такое увлекательное чтение, и важно отметить, что автор историк, и все исторические факты, которые там есть, они, в общем, проверены, выберены. В том числе Компас Гид еще повторно проверял, на всякий случай, при переводе. Давайте дальше. Естественно, наши герои-подростки говорят о будущем. Здесь стоит рассказать тоже о двух книгах. «Мечтатели Бродвея». «Ужин с Керри Грантом» — это первая часть трилогии. Такое погружение в Америку 40-х-50-х годов. Юноши, девушки, которые мечтают о большой сцене, мечтают о жизни прекрасной, о любви. И вот такой заряд молодости, скажем. И в «Мечтателях Бродвея», чем уникальна для нас эта книга, она написана специалистом по кино, и в ней очень много кино, музыки 40-х-50-х годов. И Компас Гид тоже попрудился и в конце добавил специальный сборник, где можно обо всех этих песнях, фильмах, постановках театральных почитать, получить еще такую дополнительную информацию. Ну, собственно, Гретхен тоже... Я включила сюда эту книгу, хотя она далеко не современная. Это книга, которой уже 40, по-моему, лет. Австрийская писательница Кристина Мёслингер, классика, лауреата куча премий. Но, знаете, книга написана давно, но это жизнь девочки, подростка, вот как она есть. Я, наверное, очень хотела бы, чтобы в моем подростковом возрасте эта книга была тоже о жизни, о школе, об отношениях и о будущем, и о любви, обо всем на свете. Давайте дальше. Мы не можем исключить, да, из нашего обзора тему инклюзии. И не так давно у нас вышла книга тоже российской писательницы Натальи Вишняковой «Не плачь». При таком вот, вроде бы, грустном названии, в сочетании с темой, может показаться, что это что-то может быть депрессивным. Но, на самом деле, очень позитивная, временами даже смешная, очень жизненная книга о подростках, которые не хотят плакать, хотят просто жить. И не совсем эта тема, но все-таки мне захотелось тоже включить Серафима Орлова, голова-шестянка, о девочке, которая получила травму и сейчас пытается с этим всем... Она никак не может с этим смириться и как-то это проработать в себе. Она преследует мальчика, который оказался в тот момент, когда она получила эту травму, и пытается как-то разобраться с собой, и вот эта жизнь ребенка с травмой в том числе. Поэтому она встала сюда в такую подборку. Давайте дальше. Неожиданная тема, скажем, предпринимательство. Сюда я включила книги о работе, о детях, которые трудятся. Но это скорее такой позитивный пример. То есть, естественно, у нас есть книги, как я говорила раньше, о детском труде, но это совсем не про это. Смешная финская книжка «Лавка кошмаров». Будет такая серия сейчас у нас в типографии, вторая книжка в серии. О девочке, которая пришла работать в «Лавку кошмаров», магазинчик ужасов, и помогает ее странному хозяину, странному деду. «Отель Фламинго» тоже будет серия. Сейчас тоже приехала недавно вторая книга у девочки, которой достался наследству отель под названием «Фламинго». Все его посетители и сотрудники животные. Такая очень смешная, забавная сказка о организации отельного бизнеса. И первая работа Юлии Кузнецовой, так как мы уже сегодня говорили, о девочке, которой родители сказали, что ее мечту поехать на языковые курсы в Барселону исполнить невозможно. Девочка не остановилась, нашла свою первую работу, начала работать преподавателем, репетитором у шестилетней, потом семилетней девочки. Такая трилогия тоже удачная и очень, наверное, жизненная. В 14-15 лет самое то, почитать. Давайте дальше. Мы говорим о мире, то есть подростки, авторы говорят о мире, который нас ждет. Здесь представлены антиутопии. Андреас Эшбах «Аквамарин. История о 2100 каком-то годе». О девочке, которая является результатом генетического эксперимента соединения человека и рыбы. Следующая история антиутопия тоже французского писателя Дидье Ванковиларта Томас Дрим. Или Томас Дрим, если мы ставим ударение по-французски. История мальчика, которому неожиданно пришлось в очередной раз спасать мир. Он случайно совершил убийство, запустил эту цепочку изменений, в которых он оказался задействован. И антиутопия «Город без войны» Светлана Николая Пономаревых о неком городе, где идет война, никто не знает зачем, никто не знает почему. И главный герой этой повести начинает задаваться логичными вопросами. А что дальше и почему это все происходит, да, это приведет. Давайте дальше. Ой, назад. Еще. Можно на слайд назад вернуться? Мы говорили о мире, мы думаем о мире, который окружает нас. Мы не можем не затронуть тему войны. И в Компас-гиде выходили и выходят книги, говорящие на военную тему. Это может быть какая-то гипотетическая война и конфликт, который складывается сам по себе и как его запускают люди. И мы говорим о книге Павла Верещагина «Рецепт одной войны». Это может быть книга о военных конфликтах и о месте ребенка в этих конфликтах, и о том, что ребенка там быть не должно. Это сборник рассказов Юрия Никитинского «Вовка», который оседлал бомбу. Тоже очень сильный по наполнению сборник рассказов. С одной стороны, очень похожих по духу Денискина рассказы, и тем не менее, с очень сильным пацифистским посылом. И две книги о Второй мировой Великой Отечественной войне. Здесь два взгляда. Один российский, это «Повесть облачный полк» Эдуарда Веркина. Тоже, наверное, многим знакомая книга у двух мальчишек-партизанах, воюющих где-то на северо-западе нашей страны. Сложная, вызывающая боли тоже эмоций книга, но тем не менее, издающаяся, переиздающаяся, получившая тоже премию, и вполне достойная. Удачно сочетающая, кстати, в себе реалистичные повествования и фантастические элементы. И «Зима во время войны», Яна Терлау, это взгляд на войну, скажем, из Европы, просто потому что мы эту часть истории, скорее всего, меньше знаем, меньше такие книги переводятся. Но тем не менее, эта книга как раз тоже о том, что война касается всех и каждого, и каждый живет в этом как может. Находятся люди плохие, хорошие, и насколько война затрагивает, насколько война опасна, не нужна. Но тут много можно тоже говорить. Книга тоже классика, она впервые была издана в 72-м, по-моему, году, то есть ей уже почти 50 лет, но впервые переведенная на русский язык. Она экранизированная, есть фильм, можно его посмотреть. Я думаю, что Компас Гид в течение этого года будет еще устраивать показы. Вы следите за нашими объявлениями, подпишитесь на наши группы где-нибудь в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, там можно будет со всем этим следить. Ну и, наконец, давайте к следующему, практически последнему слайду. Здесь мы говорим о книгах, о поиске себя, и это как раз та серия Ян, Ян Кэдалт, литературы, литература для молодых взрослых. Такая книга с узнаваемым оформлением, книги о молодых людях, которые живут, ищут себя, открывают, пытаются разобраться в своей жизни, задаются вопросами. Книги очень разные, правда, здесь есть и истории буллинга, история влюбленности в учителя, скажем, да, и истории взросления, история мальчика, который оказывается приставленным в наказание к подростку, инвалиду, как складывается их дружба. История о выборе собственного пути в спорте. Очень разные книги, но здесь, собственно, узнаваемая серия, узнаваемое оформление, и здесь тоже есть что найти старшим подросткам и студентам, скажем. Да. Ну и в заключение небольшой такой посыл разговор. Давайте следующий слайд. Да. Читателям, любителям и специалистам. Как же все-таки выбрать книгу, на что обращать внимание, на что смотреть? Я сегодня рассказала о том, что, ну, как книгу выбираем мы, на что обращаем внимание мы, о чем мы хотим говорить с читателями. И, знаете, все-таки у издательства есть некое свое ощущение того, что ждет от нас читатель, может быть, это какой-то такой некий запрос, это желание поговорить о чем-то, ощущение того, чего не хватает, какого разговора не хватает в нашем обществе. И напоминаем, что компас-гид это в первую очередь про диалог, про разговор, и мы пытаемся как-то в этом сориентироваться, помочь сориентироваться читателям, отслеживая рукописи, то, что пишут наши авторы российские, отслеживая, что выходит на иностранных языках, и пытаемся вам предложить. Но читателям, специалистам очень важно знать, что примерно вам предлагают издатели, что они издают, более-менее консервироваться. Понятно, что у всех издателей может встретиться что-то совершенно неожиданное, просто потому что главному редактору вдруг пришло в голову что-то издатель, и ему очень понравилась книга, ему или ей. Но более-менее у всех издательств понятно основное направление. И вы примерно можете понимать, что в условном мифе вы найдете много качества нон-фикшена, в речи вас встретит переиздание, а вот в компас-гиде вы найдете литературу в основном для подростков и в основном современных авторов. Так, обращайте внимание на аннотацию. Компас-гид своих читателей любит, и поэтому у нас большие аннотации. Мы включаем специально, ну, максимум информации о книге, об авторе, чтобы вам было проще принять решение узнать о книге. Из-за наших больших аннотаций мы часто спорим с нашими верстальщиками, которые говорят, что букв слишком много, но нам кажется, что это важно для наших читателей. Важно читать отрывки, благо сейчас большинство издателей предоставляет такую возможность, можно полистать онлайн-книжки, вчитаться немножко в текст, по крайней мере, первые страницы. Не бойтесь, ищите, делайте. Компас-гид, как только книга отправляется в типографию, выставляет ее на том же лабиринте, появляется карточка книги, и как можно быстрее стараемся загрузить туда же превью первых страниц, отрывков, чтобы читатели могли уже ознакомиться с книгой. Не бойтесь читать отзывы читателей, те, кто уже ознакомился с книгой, может быть, они помогут вам сделать выбор. Ориентируйтесь на лидеров мнений, на СМИ, на специалистов условно в той же, в том же Санкт-Петербурге, я не знаю, может быть, Ленинградская областная детская библиотека, где есть замечательные библиотекари, которые могут, которые проводят, в том числе, семинары, много рассказывают, прекрасно ориентируются в процессах. Есть ресурсы вроде того же Паб Мамбука и многих других. Ищите, читайте, ну и, собственно, читайте сами, потому что без вас и из-за вас это никто не сделает. Но, следующий слайд, давайте не забывать о том, да, что все вышеперечислено, это вовсе не гарантия, что книга зайдет, как говорится, вам или вашим читателям, вашим студентам, вашим детям, потому что мы все индивидуальны, мы все воспринимаем тексты по-разному, каждый читает в книге то, что ему хочется увидеть, услышать. И здесь, да, мы можем говорить о том, что у нас есть прекраснейшая серия для начальной школы, для первоклашек, «Дюнные счастья», 8 книг, на ней уже выросла куча народу, к нам приходят девочки-подростки, которые говорят, «О, это была первая книга, которую я прочла сама», и так с любовью отзываются о книгах, то есть это действительно переведенный на кучу языков тоже проект. И найдется какая-нибудь мама, которая скажет, что это такое, почему у вас вышла эта книга, ее невозможно, нельзя читать, нельзя давать читать детям, потому что у девочки умерла мама. Почему у нее не умер папа, она живет с папой? Почему не сделали так, чтобы у нее папа, маму, папа умер? Вот, и тут мы можем только развести руками и сказать, ну, так же случилось, так бывает в жизни, и, ну, вот в чужую голову мы не можем залезть и не можем понять и угодить всем. И даже если мы, да, все просто при продаже, в аннотации перескажем всю книгу, не факт, что при прочтении текст ляжет именно так на ваш личный опыт. Будьте открытыми ко всему новому, не бойтесь сложных, скажем так, тем, да, на самом деле издатели, мне кажется, достаточно осторожны в том, чтобы, что давать читать детям, подросткам, и всегда это такая возможность для себя, да, для издателя поговорить со своими детьми о чем-то, ну, и дать возможность другим. Если не готовы вы, это вовсе не значит, что эту книгу нельзя издавать и нельзя никому читать. Вы знаете своих детей, вы знаете своего ребенка, естественно, лучше. Есть только какие-то общие рекомендации по возрасту, примерные, но все индивидуально. Вот, не выстраивайте сразу стены, не рушьте все, да, давайте право на мнение, вот, ну, а мы постараемся слышать друг друга, прислушиваться в том числе к мнению читателей, что мы обычно делаем, кстати. Ну, и не забывайте, что в конце концов книгу не всегда обязательно покупать, можно пользоваться библиотекой, можно пользоваться книгообменами, вот. Конечно, как издателю хочется, конечно, чтобы все продавалось, но это, вовсе, не обязательно. Вот. Спасибо большое. Наш заключительный слайд. Сейчас я готова буду ответить на вопросы, да, здесь еще раз. Ссылка я видела, что Валерия давала ссылки на наш Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, наверное, да. Все это доступно, все это легко ищется при желании. Вот, добро пожаловать. Так, к нам. Мы готовы отвечать на вопросы, рассказывать о книгах, о том, что мы делаем, что выходит, да. Я сейчас еще, кстати, могу ответить на вопросы, которые приходили к нам, пришли к нам в процессе регистрации. Так, пошла регистрация на наше сегодняшнее мероприятие. Можно, наверное, отключить презентацию, ну, как хотите. Да, здесь я сразу скажу, что я не смогу, например, ответить на вопрос, порекомендовать литературу для детей с речевой патологией, просто потому, что я в этом не специалист. И мы не специализируемся на какой-то подобной литературе, к сожалению. Значит, я видел, были, мелькали какие-то интересные вопросы в процессе моего рассказа. Я думаю, что, если что, вы мне поможете к ним вернуться. Да. И, наверное, на несколько вопросов из списка я отвечу. Так. Наверное, вот этот вопрос. Каких книг сейчас не хватает на рынке? Здесь, ну, для нас, да, как для издательства, нам кажется, что очень все-таки не хватает сейчас Янка Далк-литературы, собственно, на что мы сейчас ориентируемся. И это такой наш внутренний запрос, который мы пытаемся как-то воплотить. Нам не хватает так называемых историй успеха. Историй, когда ребенок-подросток сталкивается с чем-то необязательно дико страшным, там, да, это необязательно, там, не столько должна быть, не знаю, смерть, буллинг или еще что-то. Просто сталкивается с обычными подростковыми проблемами, их переживает, проходит. В частности, кстати, наверное, подобная, да, история успеха и удачный наш проект, это вот Гретхин Кристина Неслингер. Неслингер невероятно, но это как раз та книга, которую у нас покупают и берут подростки, приходят. То есть мы же часто работаем на книжных ярмарках, смотрим на то, кто и как покупает наши книги. И Гретхин – это вот как раз история, когда подростки приводят еще своих, обычные девочки все-таки, приводят своих подруг, говорят, смотри, вот эта книга, купи обязательно, прочитай. И это вот история про жизнь, про преодоление, про понимание себя. И, да, если мы говорим... Мария, можно задать вопрос? Марина, да. Конечно. Надежда Ивановна, Центральфа-диалог «Методист». У меня вопрос, я его написала, но озвучу. Ваше издательство, опять, павтология, да, планирует ли издавать книги с элементами дополненной реальности, AR-технологий «Мы живем в эпоху цифровых детей» и цифровой трансформации? Спасибо за ответ. Да, пока мы к этому направлению не, скажем, не присматривались, то есть мы сейчас стараемся сделать так, чтобы все наши книги выходили, ну, по возможности, если правообладатель не возражает, выходили в электронном виде и были доступны, ну, хотя бы для чтения с электронных устройств, с телефона, планшета и прочих, чтобы книги были в электронных библиотеках, в том числе мы участвуем, да, в российской программе с электронными библиотеками. С дополненной реальностью, наверное, немножко сложнее. Я знаю, что это делают активно с младшей, ну, литературой для младшего возраста. У нас все-таки постарше, у нас скорее про чтение, про работу, такую внутреннюю работу мозга и души, вот. И тут дополненная реальность, скорее, это не наш приоритет. Пока, по крайней мере, там посмотрим. Ну, вы понимаете, что другие издательства начинают вам создавать конкуренцию, потому что это привлекает детей, ну, и может быть, как вам считать, может быть, это как раз проблема того, что современная литература, да, все-таки дополненную реальность делают для, ну, например, «Алиса в стране чудес», я знаю. Ну, и понятно, что это очень затратно. Спасибо. Да, ну, это скорее, да, для истории, которые уже обросли таким целым миром, который можно создать и достаточно визуализируемым и осязаемым таким миром. Вот. Может быть, это просто пока, по крайней мере, не наша область, не наша литература, скажем. Спасибо. Спасибо. Так. Я готова либо послушать чей-то еще вопрос, либо ответить на еще один вопрос из нашей копилки. Какие самые любимые книги издательства непосредственно у детей и подростков? И я вот упоминала в процессе рассказа своего книги, которые действительно читают дети и рекомендуют друг другу. Это то, что вот мы постоянно видим на книжных ярмарках. Это «Сахарный ребенок». Его рекомендуют, причем и дети, и взрослые друг другу. Это «Календарь магия». На самом деле, книга стала лауреатом Крапивинской премии по номинации «Выбор детей». Не помню точно, как она называется. Вылетела из головы, но вот именно дети и подростки выбрали эту повесть для себя. Это «Гретхен», как я уже сказала. Серия «Дюнные счастья» шведской писательницы Руси Лагеркранц. Это серия из восьми книжечек для начального чтения. Там большие буквы, коротенькие главки. Очень удачный с точки зрения издательства вариант. И оказался удачным, приятным для читателя. И вот как раз дети приходят, говорят, «Эту книгу я впервые сама прочитала». Они визуально достаточно толстенькие, а по тексту, там текст совсем немножко, и дети способны достаточно быстро отдельные главы прочесть. Вот, потом есть такая у нас тоже серия покоряная из двух книг. «Сеньорина корица». Я тоже слышала, как рекомендуют друг другу активно. «Лавка кошмаров», «Магазинчик кошмаров» книга, очень смешно работающая на дошкольниках, на пяти-четырех летках, которые любят что-то такое страшненькое, и у них вот это, видимо, цепляет. На самом деле книжка достаточно забавная, там очень мультипликационные иллюстрации, которые можно долго рассматривать и прочитывать, что там еще по мелочи написано, и это такой возможный интерактив. Ну и, наверное, понятно, да, сквозь зеркало, но ее тоже читают дети взрослые, ну, вернее, юношество, да, взрослые. И недавнее наше открытие книга «Ставши» каким-то кумом пошел этот бестселлер, книга «Времени» Гийома Приво, тоже, ну, вот, читают дети, им интересно. Это, наверное, такие основные, которые вспомнились, остальные уже, может быть, чуть больше, чуть меньше, везде по-разному. Кому что близко. Вот, значит, так, чем «Компас Гид» отличается от других издательств в работе с авторами? Мы, да, скажем, мы всегда, во-первых, мы изначально, как я уже говорила, мы нацелены на работу с авторами, мы нацелены на то, чтобы наших авторов узнавали, чтобы авторов видели, и именно поэтому мы, нам важен автор, важна его позиция, важна его мысль, мы стараемся делать так, чтобы наши читатели, наших авторов видели. Мы активно проводим встречи в школах, в библиотеках, стараемся объединить наших авторов и читателей, встретить, и мы, в отличие от многих других издательств, везем произведения наших авторов в другие страны, сделаем так, чтобы книги издавались, в том числе и за рубежом. Это делают очень и очень немногие. Это, наверное, наша главная фишка. Так, что у нас тут еще? Так, какие книги бы вы порекомендовали для чтения и воспитания нравственных качеств личности подрастающего поколения? Тут, на самом деле, ну, реально очень много книг, которые можно, ну, рекомендовать. Наверное, практически каждая сгидовская книга, которую сейчас мы выпускаем, она о чем-то важном, о чем-то важном для нас, о том, о чем мы хотим, чтобы говорили, о том, чтобы она делала что-то в душе, заставляла задуматься, заставляла расставить верные приоритеты. В целом здесь можно говорить, да, и о каких-то отдельных книгах, и даже в целом об авторах. Это и российские, да, и Юлия Кузнецова, и Том Михеева, и Евгений Рудашевский. То есть у него же тоже, у того же Рудашевского, есть книги, в том числе, о ненасилии к животным, о отношении к животным. Ну, много разных тем, которые можно затронуть в детской и подростковой литературе. Это тот же такой, знаете, вот, page turn, по-английски называется, когда книга, от которой не оторваться, календарь майя, увлекательнейшее чтение, но при этом там очень много про отношения между подростками, о дружбе, о разной жизненной ситуации в семье, о бесконечных переездах, о детском, да, в какой-то детском труде, и о каких-то, да, внутренних, о чувстве вины, еще о чем-то, вот, много всего, что можно затронуть, и о чем говорится в книге. Да, и та же Гретхен, девушка, которая выбирает свой путь, выбирает, размышляет об отношениях, в том числе, с молодыми людьми. В какой-то момент встречается с двумя молодыми людьми, но, да, делает выбор пользу любви. И та же «Не плачь», Наталья Вишнякова, о которой я говорила, об инклюзии, о детях, подростках с инвалидностью. И о папе, там, в том числе, там, понимается очень важный вопрос, такое нравственное решение, когда подростки наказывают тех, кто в чем-то там провинился, плохо себя проявил по отношению к другим. Они его наказывают, или ее, да, снимают это на видео, потом выкладывают в интернет. И вот насколько уместно такое самовольное наказание, такая инициатива. Вот, да, много всего. Обычно наши книги, они такие очень многослойные. Та же с горячим приветом от Фёппы, да, мальчик, Анна Зинькова, мальчик, который оказывается в детском доме, но там, да, и много-много всего. То есть там можно и про воровство, и про дружбу, и может даже там, ну, наркотики не настолько, но как бы есть тоже небольшое упоминание, какой-то эпизод. Ну, то есть вот много-много всего. Главное читать. Потом, так, что у нас там еще было? А, какие книги рекомендуете для чтения на уроке литературы в пятых, седьмых классах? В пятом, седьмом, тут тоже скорее про авторов мы можем говорить. Тамара Михеева, Юлия Кузнецова. У них много достойных книг, не только в Компас-гиде. Обратите внимание. Евгения Рудашевского. Ну, какие-то там книги, вроде «Ворона» или «Куда уходит Кумуткан» или «Здравствуй, брат мой, Зоу» уже можно, да, начинать в том же, хотя бы, седьмом классе. Потом совершенно прекрасная книга, которую тоже я не упомянула в обзоре, но, тем не менее, тоже стоит о ней вспомнить. Евгения Ищенко «В поисках мальчишеского бога». На самом деле, не так много книг, которые подходят мальчишкам, подросткам. И вот в этом возрасте, как в пятом, седьмом классе, наверное, когда еще не так загружены все подготовки к будущему, там, УГЭ, ЕГЭ и прочим, наверное, есть возможность заинтересовать чтением, заинтересовать хорошей литературой про жизнь, про них, про подростков, вот, и это как раз тот случай, да, в поисках мальчишеского бога про мальчика, который поехал отдыхать с папой на море, это Баренцево море, они оказываются на русском севере, и мальчик оказывается в ситуации, где у него нет ни интернета, ни возможности кататься на скейте, он остается просто наедине с самим собой. Ну, естественно, с папой совсем, то есть там все в порядке, но вот лето для себя. из, ну, прекрасная книга тоже Татьяны Март, Анька М. и Анька П. про двух троюродных сестер, Аник из Москвы и Петербурга, такое путешествие, скажем, по двум столицам, из Компас Гидовских, если еще и с переводных, «Привет, Вселенная», Эрин Интрада Келли, замечательный текст как раз вот для этого возраста, нетерпеливые истории Бернара Фрио, коротенькие истории, сказки, которые можно читать на уроках литературы, можно даже пытаться их разыгрывать, там, в общем, есть простор, и это как раз истории, которые автор писал во многом совместно с детьми, это были истории, созданные для нечитающих детей, скажем так, написанные, «Хранилище ужасных слов», Эли Барселло, испанской писательницы, книги о том, как важно следить за тем, что ты говоришь, и следить за своими словами. Ну, а так, в целом, опять же, не Компас Гидом Един, я очень люблю «Вафельное сердце» Марии Парки, я очень люблю «Собаку пса» Даниэля Пинака, и, в общем, тут тоже еще есть из чего выбрать. Вот, а следующий еще вопрос, у нас какие книги можно обсудить в 10-11 классе, тут очень зависит от класса, от готовности обсуждать, в том числе и учителя, и от детей, какие дети там собрались, но в целом, это, естественно, может быть «Сахарный ребенок» Ольги Громовой, это могут быть антиутопии, в том числе, можно уже дергать какие-то антиутопии из классического списка того же Брэдбери, мне кажется, вполне из наших, может быть, какой-нибудь ремонт или еще серия «Я», в конце концов, вполне есть выбор. Из таких, да, может быть, еще взглянуть на список вопросов, кто-то еще жаждет, если я не отвечал, не ответила на какой-то из вопросов, чьих-то, я видела, что падали в ленту. Могу озвучить как раз такие вопросы, возможно, что-то уже ушло вверх, от Нестеренко поступала вопрос про книгу «Сахарный ребенок». Немного жаловалась на то, что ее невозможно купить, можно найти только в аудиозаписи либо на Витресе в электронном варианте, можно ее приобрести в книжном, в обычном издании. В книжных магазинах наши книги есть, но, возможно, не во всех, не всегда, тут как бы очень все зависит у нас в России вообще сложно с книгораспространением, но сейчас все книги «Компас-гиды», которые, что называется, живы, которые есть в наличии, можно купить на Лабиринте. Вот. Там есть все. Следующий был вопрос от Людмилы Акентьевой. Адресованный уже вам, какая из предложенных книг произвела на вас большее впечатление? Ну, наверное, вы уже отвечали, но, возможно, вот одно такое выделите. Да, ну, в принципе, это вот были, был список мой топ-10, где были серии и отдельные проекты, и там, наверное, это вот «Сахарный ребенок» и «Скажи красная шапочка». Наверное, мои такие личные потрясения. Был следующий вопрос от Ольги Вороней, например, «Детская антиутопия», но, в принципе, мы тоже об этом уже говорили. Да. Елена, к сожалению, без фамилии, спрашивает, какой жанр литературы больше всего нравится современным подросткам? Ну, если брать, наверное, на примере вот именно ваше предательство, что больше у вас распространяется среди подростков? Слушайте, ну, получается, что в основном лучше работают, да, что называется, фантастические жанры, выдуманные миры, антиутопии, фантастика, фэнтези, да, то есть путешествия во времени и подобное. Эти книги работают лучше, среди, причем они и на мальчиков, и на девочек, среди девочек, ну, естественно, хорошо работает проза, романы, повести таких классических девочковых, скажем, авторов, Юли Кузнецовой и Тамары Михеевой, и на них очень хорошо реагируют, часто так, что называется, подсаживаются на автора, в этом них, тем более, есть из чего выбрать уже за многие годы, и, в общем, работает. Вопрос тоже был от Елены, почему среди предложенных вам книг не было ни одного поэтического сборника? Ну, вот, поэтический сборник, потом было на подоконнике. Это вот было как раз-таки перед ним. Да, да, да. И вопрос тоже от Елены, у нас много сегодня Елен, а почему все-таки современные взрослые, ну, наверное, имеется в виду современные молодые родители, все-таки так любят читать подростковые книги? Я думаю, что это, наверное, вопрос с тем, что находят ли они ответы, да, в воспитании и помощи детей? Да, тут, ну, во-первых, на самом деле это очень хорошая тенденция, что родители, взрослые, читают книги для подростков. Они пытаются понять, что интересует подростков, что они находят в этих книгах, какие ответы ищут. И очень часто, это, кстати, бывает на тех же ярмарках ситуации, когда подросток видит какую-то книгу, там, цепится, прочитает аннотацию, задник хочет, ну, видно, что он хочет ее прочесть, хочет ее купить. Мне всегда очень печально, когда взрослые этого не видят, не слышат, и говорят, ой, зачем тебе это, ты прочитаешь за полчаса, вот тебе вот такая книга, тут есть, хоть есть что читать, а видно, что, ну, вот подростку нужно, вот это маленькое, но то, что нужно именно ему или ей. И тут, конечно, радует ситуация, когда взрослый видит и слышит. Вот. Ну, почему любят? Ну, наверное, я бы не сказала, что это попытка вернуться в свое детство и заново все пережить, но, может быть, это попытка в том числе разобраться в своих каких-то нерешенных проблемах, неотвеченных вопросах из своего детства и своего прошлого. Потому что, ну, многие нынешние родители, они жили в достаточно сложное время, когда, наверное, их родителям было, ну, не до поиска ответов, не до ответов на детские вопросы. Скажем, многие просто боролись за существование, за жизнь и сложные ситуации в стране. А это вот возможность ответить на свои вопросы с детства, может быть, тоже. Думаю, сразу же станет интересно, практикуете вы мероприятия именно для родителей, конкретно родительской аудитории с целью того, чтобы вот как-то помочь им, да, с этим. Конкретно такие мероприятия мы не проводим, но мы всегда рады, когда на мероприятия с теми же авторами к нам приходят родители, и мы всегда готовы помочь, подсказать. И в том числе мы сами всегда работаем на книжных ярмарках, ну, редакция, скажем. Редакция, само собой, читает все тексты, читает все наши книги, и тут мы можем просто понять, помочь сориентироваться в этом большом выборе и что-то подсказать. Следующий такой любоснательный вопрос от Людмилы Акинчевой. Сколько, есть ли статистика о том, сколько издателя прочитывают книг за месяц, за год? Ну, смотрите, если мы выпускаем примерно, ну, скажем, 60-80 книг за год, это, ну, естественно, мы их читаем, плюс, ну, наверное, еще как минимум столько же к нам приходит, но мы решаем не издавать, ну, и плюс, естественно, мы что-то читаем, стараемся читать для себя, помимо детской литературы или, там, литературы конкретно своего издательства, хочется читать что-то и вне этого, так что, не знаю. Но, опять же, знаете, у французского автора Даниэля Пинако есть книга Катромана, она в самокате выходила и выходит, насколько я знаю, о правах читателя, в том числе, у него есть такая декларация прав читателя, и там есть одно очень важное право не дочитывать, вот, и, в общем, издатель периодически этим правом пользуется, то есть, мы можем начать читать книгу и рукопись, и если она нам не понравилась ее не дочитывать, и тут как раз, да, такое, не знаю, как уж можно считать, прочитали эту книгу или не прочитали, но, вот, оно есть. Следующий был вопрос, но вы отвечали на него, где можно бесплатно читать представленную книгу, фрагменты, превью, но это вот, как вы и говорили, да, на Литресе, том же представленную. Да, на Лабиринте, да, выложены фрагменты, и там все можно, ну, на Литресе это те книги, которые есть в электронном уже виде, просто часть книг у нас без электронной версии, но они есть на Лабиринте, превью, все можно посмотреть, полистать. Оксана написала следующее сообщение, Марина, у вас горят глаза, когда вы рассказываете о книгах, какое место занимает данная работа в вашей жизни? Ух, огромное, скажем так. Ну, я в Компас-гейте, как я уже сказала, с 2009 года, мне очень нравится то, что мы делаем, нравится то, что мы издаем, но, естественно, у меня есть и семья, вот, мои дети пока маленькие, но я надеюсь, что в какой-то момент они тоже, ну, они уже начали читать, в том числе, и компасовские книги, которые, те, что у нас есть для детей помладше, но я надеюсь, что в будущем они в том числе будут читать книги наши, для подростковой, я надеюсь, что я смогу и буду с ними их обсуждать, и все то, о чем я рассказываю, вещаю, очень надеюсь, будет воплощаться в жизни. Когда вы говорили, представляли свой топ 10 книг, да, поступил вопрос, если нужно было бы из вашей подборки выбрать еще книг только 5, причем возраст читателя от 10 до 80 лет, какие вы бы оставили? То есть плюс к этим 7, которые я упомянула. из них книги, которые говорили, какие бы вы оставили бы? Нет, не очень поняла, то есть из 7 оставить 5? Да, потому что Ирина отобрала, Ирина попросила сделать подборку книг, топ-5 книг, причем возраст читателя она написала от 10 до 80 лет. Чтобы вы посоветовали. Ну, слушайте, из того, что я называла, сложно, наверное, прям выкинуть, но большая часть вот этого списка, они чуть-чуть постарше, то есть тоже, коричневое утро можно в 10, скажи, красная шапочка, наверное, не стоит. С сахарного ребенка можно уже начинать в 10. Когда отдыхают ангелы, если ребенок читающий, тоже, ну, в 10 можно попробовать. Здравствуй, брат мой, Бзоу, и автобиография Кабачка, наверное, тоже чуть-чуть постарше. То есть в Кабачке там персонажу, герою 9 лет, но книжка явно чуть-чуть постарше. Вот. Но если у нас там до 80 лет, то оно вполне подходит. Вот. Следующий вопрос был от Елены Валерьевны Зудовой из Новомосковска. Как помочь популярной в прошлом книге обрести вторую жизнь? Есть ли у вас какие-нибудь идеи? Ставило ли издательство Компас Гид такую задачу? И дальше идет пример, да, книга Рыбакова Кортик, Голубятни на Желтой поляне Крапивина. Вот как-то продолжается жизнь? Ну, смотрите, помимо нас есть еще издательства, которые специализируются на переизданиях, там, тот же Мещеряков, Речи, и мы конкретно, да, для себя задачу такой не ставили. У нас есть какие-то тексты уже на, ну, наших авторов, которые издавались 10 лет назад, и мы возвращаем на рынок, переиздаем. Такие случаи у нас были, но это скорее не классика, это вот все равно современные авторы. У нас было, буквально, была пара переизданий, там, в том числе известная многим книга для младших школьников, дошкольников про маленького поросенка Плюха. Успешно достаточно переиздавалась, но это скорее такое исключение, какое-то такое спонтанное решение из любви к художнику Евгению Медведеву, который эту книгу иллюстрировал, он же, кстати, иллюстрировал много, очень, Крапивина. Вот, мы, наверное, искали мы все-таки за новые книги, за новый язык, чтобы оно выходило, находить какие-то алмазы, огранять их и выпускать бриллианты. Пытаемся, по крайней мере. Вновь интересуется, кто из отечественных авторов самый читаемый у подростков, на ваш взгляд? Ну, видимо, в тренде издательства, да, кто чаще всего... Я думаю, это Виктория Лидерман. У нее больше всего книг и чаще всего покупаемые именно ее книги. У нее не только календарь мая, у нее есть там теория невероятности, всего 11, первокурсница, и есть для младших школьников, Светлева, Тучкин, может тоже две книги. В общем-то, там есть из чего выбрать, и подростки обычно, те, кто прочел одну книгу Лидерман, приходят за следующей. Это правда. Поступила вопрос лично к вам, несмотря на то, что мы говорим о детско-подростковой литературе, интересуется, Людмила, интересуется вашим предпочтением именно в литературе для взрослых? Знаете, вот тут как раз сложно говорить о каких-то любимых-любимых авторах, да, есть такое постоянное желание, по крайней мере, да, не убирать совсем взрослую литературу из своей жизни и читать какие-то там новинки, лауреат, премии и так далее. Я стараюсь успевать это все тоже читать. Честно скажу, получается, не очень много, но там нашумевшая залиха открывает глаза или вот что-то подобное, да, все равно читаю. И тут, знаете, такая ситуация, что в разные этапы жизни, наверное, это разные книги отзываются, хочется перечитывать, то есть иногда хочется перечитать классику какой-нибудь поэзии Серебряного века, иногда хочется погрузиться в какую-нибудь жесткую все равно подростковую книжку. По-разному, то есть из современной поэзии, может быть, та же Марина Бородицкая, близка по духу, по ощущению. Из классики, наверное, какой-то антиутопии. в подростковом возрасте, например, очень любила хижину дядюшки Тома Бечерстолу или Овод, Бойнич, ну, какие-то все равно, наверное, это уже тогда закладывалось в плане предпочтений в такое нынешнее направление издательское. Наши коллеги интересуются, можно ли получить список авторов и названий книг вашего издательства. Ну, я думаю, что мы вышли всем запись, презентацию, и если есть дополнение, какой-то список отдельно, мы также обязательно прикрепим это к письму. И плюс, наверное, все есть на вашем сайте, вот если по авторам смотреть. Да, на сайте много всего в этом, я понимаю, что может быть достаточно сложно разобраться, потому что за это время у Компас-Гидов уже около 500 книг вышло, я понимаю, что сходу это может быть непросто, но в принципе, да, презентация будет рассылаться всем желающим. Презентация в помощь, там на обложках вроде бы везде, мне кажется, достаточно хорошо видны названия, как минимум, ну, а под названием можно будет кое-где, наверное, хорошо видны авторы, но если что, можно найти все это. Я на всякий случай еще раз посмотрю презентацию, видно ли там название, если что, может быть, тогда попробуй это с тем же списком собрать, прислать. Елена Валерьевна, которая ранее задавала вопрос, есть ли вторая жизнь у книги, да, то, что мы обсуждали, тоже комментарий добавила, что имела в виду не переиздание, а новые технологии, например, графический роман, выполненная реальность в этот момент. но вот с графическим романом, кстати, интересная идея, мы пока такого не делали, но, в общем, это вполне себе вариант для работы, то есть, если найдутся художники, которые могут это предложить, я, кстати, знаю, что там, где, что выходили, что, по-моему, делались классика в виде графических романов, там тоже Достоевский, еще что-то, мне кажется, я где-то видела эти проекты, наверное, можно говорить и о каких-то подростковых книгах, подростковой классике, почему нет, если кто-то это начнет делать, просто у нас не так много, наверное, в принципе, художников, которые занимаются графическим романом, которые готовы переделывать вот в этот сначала текст романа или повести в сценарий, потому что это же такой подобный сценарий фильма, то есть, нужно выбрать ключевые сцены, которые иллюстрировать и вот это все собрать и потом еще и отрисовать. Например, у нас есть книга «Мой брат Уэлл Дисней» об империи Диснея и там помимо центрального автора еще четыре человека тоже в списке соавторов, которые работали над этим проектом и помогали вот это все собрать, создать. Понятно, что там нужна была еще историческая точность, портретное сходство и прочее, поэтому дополнительные люди были нужны, но в целом такой большой проект. Если кто-то на это решится, будет интересно на это посмотреть, в том числе и нам, как издательству, попробовать. Последний вопрос, который у нас висит в чате от Светланы, какую книгу вы читали вчера? Вчера я читала такой нон-фикшн литература, что такое экономика, по-моему, называется, такой научпоп, про то, как устроена экономика. Елена Валерьевна тоже добавила, сейчас тоже в чате отрадно, что вы живете по принципу не без книги. Ну да. Уважаемые участники, уважаемые коллеги, такие ребята, знаю, что у нас дети тоже присутствуют на мебинаре. Если у вас есть желание задать вопрос голосом, пожалуйста, нажмите в нижнем левом углу значок микрофона, включить микрофон, и у вас будет возможность задать вопрос вслух. Либо также вы можете написать в чат. Ну и также мы говорили о том, что у нас разогревается книга, да, сегодня. Если нужно время, мы можем подвести итоги уже после вебинара, либо во время вебинара, как вам удобнее, проанализировать все еще раз вопросы, либо у вас уже есть претендент, знаете, тут, наверное, будет, да, у меня есть претенденты, и, наверное, это будут, будет автор вопроса, какую книгу я читала вчера, потому что неожиданно, в общем-то, да, забавно. я думаю, да. Светлана, мы вас поздравляем, обязательно свяжемся с вами после вебинара, мы шли на всю информацию, ну, и в конце поступил последний вопрос, я понимаю, что уже достаточно много времени прошло, но все же, Татьяна Брон, сотрудничали ли вы со школами, где можно узнать информацию, но пригласить автора в школу, насколько я сама видела, у вас есть информация на сайте, все доступно. Да, у нас есть девушка Алиса, которая отвечает за связь со школами, которая организует вот этот привоз авторов школы, можно либо позвонить по издательскому телефону, который тоже есть на сайте, просить Алису Невейкину, вот, и все получится, либо есть, можно написать ей по электронной почте, если можно, я просто, не очень удобно сейчас будет набирать, но, в принципе, торг, да, как торговля, . компасгид собака gmail.com Да, мы обязательно добавим этот адрес также к письму, потому что у нас много учителей, коллега, естественно, им это будет интересно и полезно. Благодарим вас за интересную беседу, за интересный рассказ о жизни издательства, о новинках, о книгах, которые вы рекомендуете читать. Будем рады сотрудничеству. Уважаемые коллеги, благодарю вас за то, что присоединились к нам сегодня на мебинар. До новых встреч. Да, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok, Добавил субтитры создавал DimaTorzok, Добавил субтитры создавал DimaTorzok,